ой и вы здесь привет я решил сегодня впервые заварить нормальный кофе за долгое время так что у меня есть моя гейзерная кофеварка и перемолотый кофе прекрасно раньше у меня еще была специальная ложечка который удобно отмерять порцию сейчас ее нет поэтому я даже не знаю сколько туда сыпать уже какое-то время не мог налить себе этот кофе хотя он уже со вчера да со мной по той причине что это как с одеждой знаете когда если с бабушками я думаю все общались частая была такая тема что например у бабушки есть какая-то красивая там есть какое-то красивое платье но она его не надевает и бережет для какого-то будущего для чего-то бережет а сама ходит в рваном халате вот я себя прям также ощущаю с этим растворимым кофе время менять привычки знаете окна это что-то особенное для меня я всегда максимально хотел чтобы было много-много солнечного света в квартире но не всегда это удавалось и на примере этой квартиры я понял насколько много мне дает какого-то чувства свободы и пространство меня здесь нету преград я вижу очень-очень много вокруг это совсем не то же самое что когда ты живешь и у тебя рядом там дерево или дом противоположный даже не с точки зрения там красиво некрасиво красиво то понятно может быть и дерево за окном очень красиво а именно вот какое-то эмоциональное состояние когда ты туда смотришь когда у тебя есть этот выход в какой-то огромный мир сам не могу нормально это описать но вот каждое утро я просыпаюсь стою например на кухне смотрю в окно или в это окно и думаю блин это действительно какая-то большая ценность и возможно я даже до конца не осознал так-то возможно вчера вы после моих рекомендаций послушали альбом к юда северан и я хотел немножко рассказать о том что особенного для меня в этом альбоме этот альбом как будто бы раскрыл мне немножко мир музыки о кофеек давайте я попробую разобрать на составные части этот альбом первая часть это винтажные синтезаторы это что касается характера звука второе что важно мелодика так вот мелодика очень эмоциональная на мой взгляд она немного восточная в каких-то местах но главное что в ней есть эмоции что не так часто встречается на самом деле в современной назовем так модной музыки электронной до модный я имею ввиду содержащий в себе ну короче какой-то выпендливающийся назовем это так но и не менее важная составляющая это барабаны и барабаны по сути это просто Roland TR-808 классическая драм-машина и в принципе все вот он весь состав еще там есть голосовые сэмплы но главное это основа барабаны на протяжении всего альбома практически одинаковые то есть как будто бы он брал свою драм-машинку включал ее и писал на ней ритм они не отличаются друг от друга по звуку кто из нас так делает скажите очень мало кто мы все время хотим что-то видоизменить и придумать а он выдерживая эту концепцию смог создать ну вот такой классный альбом то есть он оставил законы которые он себе прописал внутри альбома такие синты такие барабаны все он конечно очень космический очень такой прозрачный альбом там действительно немного инструментов но их ровно столько чтобы чтобы просто кайфануть и было достаточно когда-то я был на кьюда на электромеханике в центре курёхина я даже там выступал не был видеоарт который делала девушка еще на фоне огромный кинотеатр потому что здание кинотеатра центр курёхина и там была огромная огромная визуализация она была похожа на какие-то космические частицы мелко распыленные то есть это была графика но она уносила тебя в какой-то невероятно огромный космос поэтому этот альбом для меня очень важен и вообще к ю да и следующий альбом я про него тоже как-нибудь расскажу для меня почему-то эта музыка особенная и особенная своей простотой и гениальностью наверное я бы сказал так эти треки я играл еще в питере когда меня просили сыграть где-то диджей сет еще до того как я определился с тем что там я стартанул свой джук назовем так карьеру я играл к ю да много вот с этого альбома периодически я играл потому что мне очень нравился звук я тогда обожал 808 барабаны тогда их было не очень много в музыке да вот в общем вот такая история к ю да надеюсь вам тоже как и мне нравится альбом если нет то послушайте обязательно уверен вам дойдет а если нет или до пишите в комментариях я с радостью прочитаю ну ладно первый кофе самый раз я не знаю правильно ли рассчитал объем перемолотого зерна в эту гейзерную кофеварку но вкусно он мощный мне кажется я правильно как-то его подсчитал потому что недостаточно такой знаете как нефть и я очень рад потому что после нефти потом тяжело жить круто но собственно как могло быть иначе на после вот этого то кофейка буду завтракать и сегодня надо снять очень много видео потому что мы уезжаем москву с верой на несколько дней на 5 что ли дней хочется заготовить материала потому что москве не факт что получится легко что-то снимать со стримами я всегда справлюсь а вот именно с уроками для клуба и тому подобное не факт собой все не увезешь а задания нужны для всего поэтому сегодня собираюсь засесть заснять и возможно еще смогу снять видео для ютуба вот про артурю я хотел снять такой свой взгляд да и хотел еще попробовать снять кофе с дигитакт и для того чтобы тоже как-то вся эта рубрика жила из-за того что я все время снимаю влоги теперь как бы меньше хочется еще что-то снимать да как будто бы сложно снимать о том что ты снимаешь вот но я думаю фигня попробуем сегодня это сделать главное с самим собой договориться потому что я начинаю активно сопротивляться естественно что уже давно ничего не мог снять супер нравится вот это вот паста конечно полное зло супер много сахара и так далее но иногда очень классно поесть как и вот эти на самом деле блинчики которые купил в местном магазине которые уже заморожены готовы стоит копейки но довольно вкусные сейчас смотрю youtube исключительно на playstation я короче решил записать интро с одной целью чтобы вы похвалили нашу обложку решил вот камеру крепление камере вентиляторов помните который я делал про апгрейде для этого беру вот такую штуку и швейного магазина это самоклеящаяся липучка вот я сделаю два квадратика которые будут под вентиляторами и именно на них мы попробуем прицепить камере что будет удобно потому что можно будет снять хотя вот я сейчас задумался возможно здесь такая сильная липучка что я скорее все поломаю я использую такую на винчестере у себя да который к ноутбуку креплю и это прям жестко осталось приделать камеру вообще очень рекомендую этот тип крепления для разных штук вот например меня всегда бесило что мне приходится таскать внешний диск и я в итоге придумал вот такую штуку так надо теперь приделать в ровное место потому что если я приделаю не туда то результата не будет нет кстати легко снимается очень хочу давно снять видео про артурию поэтому сейчас будем пробовать заодно мою камеру использовать с этими вентиляторами которые так давно уже придумал на внешний вид не влияет и что удобно да теперь можно будет отцеплять когда она нужна например для съемок влогов хотя я теперь их снимаю на iphone но кто знает что нас ждет впереди составил вот так вот сетапчик камера работает эта камера тоже будет снимать сверху вниз я выставил ровно вот для этого есть эта подставка одна проблема что микрофон у меня нет такой второй до подставки и нету какой-нибудь радиосистемы потому что есть честно я бы хотел какой-нибудь знаете род варил из гол или сейчас вышла у диджа и очень классная штука я бы хотел такую штучку чтобы ты вешаешь и она сама в себя пишет вообще идеально как маленький крошечный диктофон вот к такому наверное я рано или поздно приду а сейчас мне приходится вот так вот на стойке стоять использовать микрофон и не очень удобно потому что нужно следить за тем куда ты говоришь чтобы не был ну чтобы был слышен звук ты не тот микрофон который позволяет издалека снимать плюс у меня в комнате очень много реверба у меня нет никакого сценария это наверно основная моя проблема сейчас буду просто экспериментировать и в принципе я так строю свой канал что он заточен именно на контент просто лайк стайло поэтому и сидение за синтом это тоже лайфстайл наверное я бы меньше хотел делать именно обзор обзор да мне все таки интереснее просто как я его использую и рассуждаю есть вам тоже такой формат подходит а сейчас налью кофе и приступлю к съемкам конечно самый главный вопрос выдержит ли камера съемку потому что вы помните я так долго боролся с тем чтобы она долго могла снимать и уже все это получалось но сейчас у меня сменилось крепление плюс я давно уже не снимал короче быть уверенным стопроцентно нельзя но я надеется записал видео кажется в итоге достал даже fuji для того чтобы подснять красивый кадр и на самом деле все опять пошло не по плану я опять в расстройствах потому что вот эта малышка меня снова подвела я совершенно не понимаю в чем дело я понимаю что наступило лето но похоже нельзя на нее рассчитывать хотя вы помните я записывал много часов что опять не так в итоге она сняла два раза минуту по пять перегрелась и выключилась это первое потом я выключил вентилятор думаю да ну ее нафиг сниму чисто на fuji и osmo да над сверху камера через какое-то время я все-таки включил уже с выключенными вентиляторами она проработала 23 минуты и не выключилась в чем дело я не знаю это какая-то какая-то магия глупая грустная магия не знаю короче рассчитывать на этот аппарат пока не приходится либо я опять криво прикрепил как-то вентиляторы это моя реально личная боль вот к вопросу о том как я вообще на самом деле провожу дни последнее время пока я снимал влоги я не снимал видосов вы видели все что я снимал я вам показывал то есть вот таких больших полноразмерных видео я не снимал я избавил себя от огромного количества проблем и стресса на самом деле а стресс зачастую связан с тем что вот это вот ерунда с камерами и с тем что нужно все подключить штука она очень сильно выматывает на самом деле моем случае безумно выматывает и вот сегодня я опять это все испытал опять эта камера которая выключается опять ты во время съемки когда разговариваешь тебе приходится останавливаться и думать чтобы во первых не забыть что когда произошло во вторых посмотреть какая камера не выключилась эта камера снимает 15 минут и выключается та камера выключается когда хочет единственное кто работает нормально это диджай осмо который я уже поставил на зарядку на всякий случай и вот так и живем понимаете я реально устал от этих девайсов которым нельзя доверять телефону гораздо больше можно довериться чем любой из камер и это полный бред напишите что вы думаете про эти проблемы я понимаю что не не факт что у кого-то из вас есть такие же проблемы потому что далеко не все из вас занимаются такой ерундой как я сложный ерундой я имею ввиду вот съемкой каких-то с миллиона камер конечно это не ерунда конечно это классная работа и я очень рад что я могу вообще показать вам про микрофрик потому что мне действительно нравится очень этот девайс надеюсь у меня получилось нормальное видео я не уверен что я в нем смог рассказать все на свете но в конце концов а кто может рассказать все на свете я лишь могу рассказать свое мнение и я думаю что ценность именно моих видосов именно в моем мнении иначе на хрена их вообще смотреть да спасибо что смотрите ну а я сейчас наверное перекушу и пойду на улицу а потом вернусь записывать задание для клубов сейчас требуется какой-то эмоциональный перерыв потому что сразу после съемок а я потратил где-то не знаю полтора часа может быть что-то в этом духе со всеми подключениями в общем требуется какая-то перезагрузка небольшая оказывается я забыл смонтировать влог на сегодня поэтому пока я откладываю свои остальные задачи и резко начинаю монтировать будет очень классный выпуск но вы его уже видели он же был вчера ребятки куда меня занесло вообще женская и божественная линия все это происходит именно в энергетической среде вот этого внутреннего центрального квадрата этой пятерки это и есть точки пересечения которые можно назвать точками абсолютной любви то есть абсолютной гармонии мужского женского женского божественного вы поняли да их здесь просто визуально видно а еще вчера подключил микрофон с автотюном и немножко попел на стриме правда такая была лютая задержка компьютер очень сильно тормозит поэтому петь было очень сложно не знаю друзья может быть это мое желание вечером вернуться в детство но я вот прям обожаю вот эту тему что я могу просто выйти из дома взять кофеек мороженку например вот как сейчас и просто где-то посидеть посидеть достаточно даже просто на поребрике мне много не надо главное чтобы где-то солнце рядом было но сидеть надо в теньке это важно я короче решил помонтировать на улице именно ради этого я вышел но и заодно съесть мороженку кстати безумно вкусно и попить кофеек на парковке не знаю обожаю парковки я уже говорил не могу понять почему так мне нравится когда большие пустые пространства просто кайфую ну и кстати у меня есть одна офигительная новость похоже с донатами я таки разобрался через своего друга кирилла который работает mail.ru я в итоге добрался до людей которые отвечают в donation alerts за эти выплаты обещали сегодня все это дело поправить так что вот видите опять прямая связь мне здесь супер помогла ну пока деньги не появились еще видимо завтра появится я надеюсь что все в порядке так что как только так сразу вас проинформирую потому что вчера я был уже совсем на панике на грусти сегодня денек явно получше спасибо вам что беспокоились друзья ребятки какая же жара отсидела жопу на поребрике я опять на улице опять пью кофе вечер день честно говоря прошел как-то незаметно и толком нечего вам рассказать потому что я монтировал влог и как будто бы на этом и все на самом деле дел какие-то домашние дела типа помыл одно окно ничего особенного очевидно я очень не хотел снимать видосы после того как утром снял один может быть буду сейчас снимать дальше ночью посмотрим может быть нет но главное что вы знаете я не пропал здесь осмотрелся кучи каких-то конспирологических видосов на фоне и это конечно такое себе очень я знаете понял что среди этих видео всяких вот альтернативных историков огромное количество совсем странных персонажей конечно как-нибудь в одной из серий нашего с вами влога я обязательно расскажу побольше кого я там смотрю и о чем там вообще говорят просто это забавно и действительно какая-то новая информация который в моей жизни до того как андрей фамицу мне это впарил не существовало тусуюсь на детской площадке вот так-то ладно пора домой чая на видео не хочу делать дела я в шоке я весь вечер провел смотря youtube на самом деле и рисую обложку для блога на это я потратил много времени потому что обложки рисуются всегда где-то час полтора какие бы они простые не казались требует очень много времени так вот пофиг на это все самое важное у меня невероятное сейчас какой-то вау такой в голове поэтому я должен с вами этим поделиться я наткнулся на канал чувака которого зовут волк волька найсит я не знаю вообще первый раз вижу этого чувака короче мне выдала в ленте видос где он играет на артуре микрофрик на такой же как у меня беленькой я думаю ну ладно дай включу посмотрю чё там представляете видео длится 45 минут чувак играет на артуре микрофрик просто со встроенным секвенсором 45 минут без ничего и это звучит так что ну где-то 35 минут я сидел просто как залипнув за 35 минут я сидел просто залипнув в экран параллельно что-то еще пытался делать но это было так красиво что я не собирался это выключать это было похоже на ретро электронику и на какую-то ну это прям реально очень красивая музыка состоящая просто из степ секвенсора вы представляете встроенному в артуре максимально просто максимально офигенно я сейчас еще послушал немножко беринджер крэйф он на нем тоже играет просто на беринджер крэйф и это звучит как на мой взгляд классная музыка я такую люблю я такой могу слушать это конечно минимализм и у каждого там свой вкус не каждому это наверняка подойдет но то что эта тема интересная это факт и самое главное чему это учит почему меня это так вдохновило потому что я обожаю когда минимумом добиваются максимума и вот это идеальный пример когда ты берешь один синт у тебя нету ни дигитакта ничего у тебя есть один простой синт и ты на нем умудряешься играть 45 минут вот к этому я считаю нам всем надо стремиться к минимализму и к тому чтобы выжимать максимум из того что у нас есть меняя этот видос просто разнес поэтому я сейчас добавлю здесь на него ссылку вы обязательно посмотрите офигеть этот чувак тут такое делает что мне срочно нужен айпад дубль 2 влага теперь он у меня уже будет осталось только купить пока ребят увидимся завтра в следующем видео пиз